Возведение социальных объектов, закупка современной пожарной техники, помощь погорельцам. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече губернатора с жителями Котовского и Руднянского районов. Основной акцент глава региона сделан на развитии сельского хозяйства. В этом году в области планируется построить более десятка малых молочных ферм. И руководители хозяйства должны внимательно присмотреться к этому проекту, рассказывает Мария Иванченко. Своё общение с жителями Котова первые лица области начали с того, что отметили положительные моменты в социально-экономическом развитии района. Так, по итогам прошлого года, муниципальное образование переместилось в рейтинге территорий с 35 на 21 место. Хорошая тенденция отметил губернатор. Но добиться лучшего результата можно, если, например, изменить акценты в сельском хозяйстве. За сухолетом прошлого года показалось, что не везде можно и нужно заниматься растеневодством. В частности, климат Котовского района больше располагает к животноводству. К слову, на эти цели в бюджете региона запланировано почти 500 миллионов рублей. Деньги пойдут не только на погашение части ставок по фермерским кредитам, но и на строительство небольших молочных хозяйств. Это проект, направленный на развитие малых ферм, уход от личных подсобных хозяйств к средним фермам. 20, 40, 100, 200, 500 тысяч голов. Крупный рогатый скот, соответственно, свинюшки. На мой взгляд, это очень важное мероприятие, потому что это организация рабочих мест и налоговое формирование налоговой базы района. Такие молочные фермы, выразили уверенность власти региона, должны появиться не только в Котовском, но и в соседнем Руднянском районе. К слову, жители этой территории, наиболее пострадавшие от сентябрьских пожаров, волнуют сегодня и вопросы социального характера. Появится ли в сгарившей Бундевке детский сад, баня и новая пожарная техника. Из бюджета, федерального бюджета, будут выделены деньги на покупку, на приобретение новой техники. Эти обещания лично дал Масличенко, руководитель Росвельска. Губернатор ответил на вопросы людей, а также призвал их и впредь быть такими же активными в плане развития своего района и отдельных поселков. Эти встречи будут носить системный характер. Это, на мой взгляд, самая первая задача и цель любых чиновников. Общение с людьми и чиновник просто обязан знать, чем живут люди. Чиновник обязан знать, какие задачи ему необходимо решать. На встрече с губернатором и спикером присутствовали и погорельцы. Помощь потерявшим все во время пожаров продолжает оказываться и по сей день. Так жителям Руднянского района вручили новые плазменные телевизоры. Делали ремонт, освоились. Вот подарок, кстати, прям. Потому что телевизору нам еще не давали. Помимо погорельцев, подарки от региональных властей получили ветераны Великой Отечественной. В честь годовщины Сталинградской битвы участники боев на Волге получили памятные часы. Мария Иванченко, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба». Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...